Дыры в стенах, старая электропроводка, потолок на деревянной подпорке. Система водоснабжения и канализация давно прогнили. Описывать проблемы этого дома можно бесконечно. Крыша привязана к балке, верхней крыши, вот где привязана на металлическую проволоку, чтобы крыша не упала. Но больше всего жителей Нагорная-3 беспокоит эта лестница. Между собой они называют ее ледяная горка. Недавно здесь упала женщина и сломала руку. Виной всему наклонны изгнившие от сырости ступеньки. Здесь сложно пройти и здоровому, а для человека с ограниченными возможностями и вовсе не посильная задача. Из-за этого Вячеслав видит улицу только из окна своей комнаты. Спускаться на инвалидной коляске по такой лестнице опасно. С 2003 года жильцы борются за то, чтобы им предоставили другие квартиры. Написаны десятки заявлений, но обещания о расселении пока остаются лишь словами. Все сделано, а потом переселение будет. С 2008 года до сих пор. Восемь лет никто не шевельнулся. В 2016 году четвертый квартал. Это у нас весело объявление. Но опять же теперь нас переселяют почему-то в 2017 году. И неизвестно какой квартал. Опять же откладывают. При всем при этом мы еще платим за капремонт. И ЖКО нам говорят, что так положено. В фонде модернизации ЖКХ нам пояснили, этот дом в программу по капитальному ремонту не входит. Счета по взносам фондам модернизации не выставлялись ни разу. Скорее всего жильцы платят за ремонт текущий. Что касается домов, признанных в установленном порядке аварийными, то в отношении них принимается постановление субъектам, муниципалитетам. После чего дом исключается из региональной программы. И у собственников с этого момента исчезает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. В администрации города нам пояснили. Дом номер 3 по улице Нагорной входит в программу по расселению из аварийного жилья. Конечные сроки – конец 2016-го, начало 2017-го года. Тот период, который на сегодняшний день обозначен, 2017-й год, это реальный период, в который должно произойти это расселение. Сроки могут быть перенесены по каким-то там, я не знаю, наверное, независимым от нас причинам, но на сегодняшний день этих причин нет. Будут ли эти сроки соблюдены? Мы продолжим следить за судьбой жителей аварийного дома. Инна Маркелова, Георгий Берлутский, Новости дня.